Продолжение следует... Продолжение следует... Курчик твоей любимой испекла. Бабуль, нам Дню Победы задали реферат сделать. Ты не знаешь, где наш старенький дедушка воевал? Так ты посмотри в его записях. В столе, в его комнате. У него так в столе лежит все. Никто ничего не трогает. Дедуля, я не помешаю? Ну что ты, Кузьма, разве ты можешь мне помешать? Деда, курить вредно для организма. Для организма вредно ворчать, да деда поучать. Все пишешь и пишешь. А когда ты мне даешь почитать свои мемуары? Всему свое время, внучок. Вот только успеть бы закончить. 30 марта войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцевской группировки противника под городом Данцик. Я получил ранение и попал в госпиталь. Там я встретил своего земляка, Кузьму Сафронова. У него тяжелое ранение. Я уже шел на поправку. И Кузьма попросил меня передать письмо для своей любимой. Дедуль, а почему ты эту фотографию в столе держишь? Да в ней мой грех старый. И выбросить не могу. И видеть не хочется. Так ты же там с бабушкой, старенькой. Какой же в этом грех? Добрый день или вечер, люди такие, пишет вам солдат Красной Армии Кузьма. Вы меня, наверное, не помните, а я давно заваливаю трудовой. Мы с вами учились в одной школе и жили в одном дворе. Мои окна как раз напротив ваших окон. Вы мне давно нравитесь, но я никак не решался подойти к вам. А потом война. У меня ранение, но я надеюсь, что скоро меня подлечат. И я приеду домой. Со мной в госпитале лежал мой земляк. Его уже подлечили, и сегодня он уезжает на родину. С ним я передаю письмо. Надеюсь, до скорой встречи. Ваш Кузьма. Бананово-лимонном Сынгафуре Ой, когда поел пекла шаган По прибытию в Казань я отправился выполнять поручение земляка. Открылась девушка и воскликнула Ой, солдати! Здравствуйте! Здравствуйте! Я принес письмо. С фронта для... Такие отписьмы. Буль, тебе фронтовик пришел! Какой фронтовик? И тут поделилась она. Буль, там нет. Я от Кузьмы дашь письмо. Он жил здесь. У вас дом напротив. К сожалению, я его не знала. Буль, а что мы в дверях стоим? Пойдемте в дом, чайки. Я понял, что пропал. Бабу, вот! Ну что, нашел? Нашел. Много интересного нашел. Ну, садись. У меня как раз уже все готово. И я с тобой посижу. Ну, что нашел, покажи. Бабуль, а как у нас старенький дедушка со старенькой бабушкой познакомились? Так он же до войны в университете в Казани учился. И как вернулся с войны осенью 45-го, захотел восстановиться. Да не тут-то было. И его, как фронтовика, послали на борьбу с бандитизмом. Только вернулся он в наш городок, уже не один, а со своей Евдокей, моей мамой. А уж как они познакомились, я уж и не знаю. А еще в Казани есть башня Сюмвике. Она падающая, как и пизанская. И отклонилась на полтора метра. Прям как пизанская? Ну, как пизанская, только немножко поменьше. Мам, а сколько дней мы будем в Казани? Не знаю, честно говоря, как получится. А почему ты спрашиваешь? Да у меня там дело есть. У тебя дело? Привет. Тебе чего? Меня это, Кузьма Заводов. А меня Дуня. И что? Дуня? Значит, Евдокия? Ну да, Евдокия. И что дальше? Здесь когда-то жил Кузьма Сафронов. Я его ищу. Он воевал с моим дедом. Вообще-то это мой прадед. Только его нет уже. Я пришел покаяться за своего деда. Хех. Слово-то какое придумал. Ну, заходи. Кайся. Кайся. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Старенький дедушка, ты был прав, что не делается все к лучшему Ты не переживай, мой тезка выжил, встретил свою любовь и был счастлив Частичку этого счастья я держу сейчас за руку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok